Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Верховный суд оправдал россиянина, которого привлекли к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии Факт нахождения за рулем, посчитала высшая судебная инстанция, доказан не был Да, мужчина был на веселе, но он лишь стоял возле своей машины Стоял, видимо, не уверенно, что и привлекло внимание сотрудников ДПС В мировом суде полицейские подтвердили, что не останавливали автомобиль Несмотря на это, автовладельцы лишили прав на полтора года и обязали заплатить штраф 30 тысяч рублей Трасса 101 В московских автосалонах в продаже появился электрический кроссовер «Москвич 3Е» по цене от 3,5 миллионов рублей Переднеприводная машина оснащена двигателем мощностью 68 лошадиных сил Запас хода чуть более 400 километров Пользуется ли новинка спросом, не сообщается Ранее «Зеленый москвич» приобрел заммэра российской столицы Максим Лексутов Цены на бензиновый «Москвич 3» со 150-сильным мотором начинаются почти от 2 миллионов рублей Трасса 101 Ульяновский автозавод готов приступить к обновлению внедорожника «Патриот» В результате автомобиль может получить дизельный мотор китайской компании «Джак» Речь идет о турбированном агрегате мощностью 130 либо 139 лошадиных сил Продажи таких машин начнутся ориентировочно ближе к лету 2024 года Кроме того, УАЗ ищет для «Патриота» другую автоматическую трансмиссию Ранее модель означалась автоматом французского производства, но разработанным в США Трасса 101 В России начали продавать еще один электрический кроссовер, ввозимый в рамках параллельного импорта Рено Меган ИТЕК ИВИ-60 дилеры оценили почти в 4,5 миллиона рублей В Европе машина стоит на 1,5 миллиона дешевле Она укомплектована 218-сильным мотором и автоматической трансмиссией Запас хода составляет 450 километров На полную зарядку батареи требуется больше суток В списке опций присутствуют цифровая приборная панель, бортовой компьютер, парктроники, подогрев сидений Трасса 101 А компания «Грейт Волл» показала внешность нового внедорожника «Танк-700», который, скорее всего, будет продаваться и в России Китайский Land Cruiser 300, как его называют, официально представят весной на автосалоне в Шанхае Для автомобиля будет характерно разнообразие силовых агрегатов Среди них шестицилиндровый бензиновый мотор мощностью 350 лошадей и гибридный двигатель мощностью более 400 лошадей Кстати, в конце зимы или начале весны этого года в нашей стране стартуют официальные продажи кроссоверов «Танк-300» и «Танк-500» На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса-101». До свидания Трасса-101